Факт. Белорусы стали жить дольше. Важно понимать, что увеличение продолжительности жизни – это прежде всего комплексная задача многих ведомств и служб по обеспечению качества жизни. При выполнении этой задачи, конечно, держат руку на пульсе и в прямом и в переносном смысле медики. Заболеваемость пожилых людей примерно в 10 раз превышает аналогичный показатель людей молодого и среднего возраста, а потому в несколько раз увеличивается их потребность в медицинской помощи. Я считаю, на очень высоком уровне оказывается медицинская помощь гражданам пожилого возраста. Дважды в год мы согласовываем с центрами социального обслуживания количество пациентов, которые подлежат нашему динамическому осмотру ежегодному. Стараемся осматривать всех до единого. Если пациенты не имеют возможности передвигаться, они в обязательном порядке осматриваются на дому. Также при необходимости обеспечивается и стационар, замещающий медицинскую помощь, в том числе на дому, в том числе в поликлиниках. Иногда пожилому человеку гораздо удобнее оказывать, получать эту помощь как можно ближе к дому. Наравне с развитием медицинского обслуживания, основополагающую миссию в выполнении комплексной государственной задачи, конечно, играет поведение и образ жизни самого человека. Нельзя недооценить роль органов социальной поддержки населения. У нас в области более 10 тысяч пожилых граждан и инвалидов обслуживается на дому. В каждом территориальном центре, а сегодня у нас таких центров 20 в области работает, созданы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. При этих отделениях открываются клубы, кружки по интересам для пожилых людей. Оказываются услуги, не входящие в перечень бесплатных, общедоступных, которые утверждены соответствующим постановлением Совета Министра. То есть с центрами развиваются услуги на внебюджетной деятельности. Сегодня, в принципе, территориальные центры могут удовлетворить пожилого человека всеми видами социальных услуг, которых он нуждается. Помощь и поддержку пожилым людям оказывают не только медики и соцработники. Специалисты отраслей права, сферы юстиции в стране также не остаются. Бесплатные юридические консультации – подарок брещанам от Главного управления юстиции, отдела принудительного исполнения наказания, адвокатов и нотариусов. В рамках акции по бесплатному консультированию пенсионеры и инвалиды получили подробные и исчерпывающие ответы по самым разным интересующим вопросам. Вопросы, да, самые разные направленности. Это вопросы наследства, завещания, взыскания задолженности как в судебном порядке, так уже по состоявшимся постановлениям. Вопросы различные. В ходе этих акций мы принимаем всех людей, которые пришли до последнего человека, сколько бы это ни продолжалось, и, конечно, всем пришедшим мы окажем обязательную помощь. Цель акции – не только правовое освещение населения, но и обеспечение защиты прав и интересов людей. В ходе встречи бесплатную консультацию опытных специалистов получили 20 человек. Такие благотворительные проекты имеют традиционный характер и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Как правило, мероприятия приурочены государственным праздникам. Следующая встреча состоится к профессиональному празднику юриста.